Здравствуйте! С вами программа «Не верю». Мы продолжаем разговор с Владимиром Познером и претереем Максимом Козловым. Вот вы говорите «грехопадение». Для меня любовное отношение между мужчиной и женщиной – это не грехопадение. Я не говорил про любовные отношения. А что вы имели в виду? Вы имели в виду, что Адам и Ева стали плотски-близки. Нет, вовсе нет. А что? Я имею в виду библейскую историю про древо познания добра и зла. И вкушение плода с древо познания добра и зла. Ну и что это значило на самом деле? Вы же понимаете, о чем я говорю. Я, честно говоря, ни разу не сталкивался с интерпретацией, что речь здесь идет о плотской близости. Ну, конечно, об этом идет речь. Я вам скажу больше того. Я вообще не считаю, что есть грехопадение в этом смысле. Это для меня просто смешно. А что древо познания? Что это такое? Ну, давайте поподробнее об этом поговорим. Вы понимаете, что? Конечно, мы можем здесь проходить уроки. Я просто говорю, что для меня это все, я это все читал очень внимательно. Знаете, очень многие так называемые верующие, в частности православные, в жизни не читали Библии. Ни Ветхого Завета, ни Евангелия. Вообще не имеют ни малейшего представления. Некоторые считают, что это было написано по-русски. Я помню одну даму, когда она услышала, что Иисус Христос был евреем, она сказала, не дай Бог, чтобы моя мама об этом узнала. Вот уровень, так сказать. И причем это уровень большинства, я вас уверяю. А вас это по-настоящему смущает? Да это меня смешит. Это просто меня смешит. Как ты можешь быть верующим, когда на самом деле ты ничего не знаешь об этом? Вы просто об этом во многих интервью говорите, вот об этой черте, вот о том, что вы встречаетесь в людях необразованность. Необразованность вообще. А вообще я считаю, что Библию надо всем читать. Это важнейший исторический документ. Евангелие, ну Библию в целом. Да, Ветхий и Новый Завет. Это одна, так сказать, принципиально важная для человечества вещь. Я бы все-таки хотел, чтобы мы не потеряли эту достаточно парадоксальную для меня тему с интерпретацией грехопадения. Потому что я как-то, ну, из того, что я читал, заключил, что речь, конечно, там идет о нарушении заповеди, не вкушать. И смысл в том, что был бунт против Бога. Такой заповеди нет. Бунт против Бога. Заповеди такой нет. Максим, ну, я, возможно, с... Заповеди нет. Другое дело, что это запрет. Есть заповеди, их десять. А, хорошо, я понял. Да. Ну, мы... Хорошо, я сейчас не буду от себя уже тогда тут добавлять. Хочу вот абсолютно компетентного отца Максима об этом спросить. Ну, как, Адам познал Еву. Это что значит? Ну, я все же настою тоже на том, соглашусь с Константином, что речь идет о, прежде всего, непослушании Богу. Непослушании в единственном запрете в раю, который существовал. И уже результатом этого непослушания становится восприятие плоти друг друга в плане страстных отношений, в которых личностное растворяется безличностно плотском. Ведь церковь не смотрит, как на грех, но супружеский союз. Если бы смотрела так, то не было бы венчания, как таинство. Конечно. Таинством грех не освещается. Грехом является такого рода превалирование плотского начала, когда личность становится не важна. А само по себе удовольствие, наслаждение, растворение в этом удовольствии превращает человека в подобие животного. Мы не знаем, что чувствует животное, когда это происходит. У животных, во-первых, это происходит только в определенное время, только в определенное время, года. Во-вторых, чисто по природе, там никакой любви, как мы это понимаем, нету, никакой романтики в этом нету. А есть просто-напросто обыкновенное развитие биологического мира. Это совершенно разные вещи. Вообще, очень многие понятия, которые для нас крайне важны, не существуют в животном мире. Понятие чести, чувство собственного достоинства, понятие уважения к другим, понятие поиска общего взгляда. Это все человечество придумало. Это великое достижение, конечно же. Но в животном мире этого нет. Поэтому тут не надо сравнивать эту плотскую близость, страсть и получение удовольствия от этого животных. Вы сейчас только что сказали о вещах, которые принципиально отличают человечество от животного мира. Понятие чести, достоинства, неких внутренних нравственных обязательств, которые существуют людьми. Вы считаете исторически обусловленными и релятивными? То есть, относительными? Или все же для вас существуют некие абсолютные категории человеческой нравственности? И сейчас, буквально третьего дня, я начал перечитывать Эсхилла. Прекрасно. Значит, это задолго до христианства. А что из Эсхилла начали перечитывать? Агамемнона. Аристею вообще. И вот все эти категории, о которых я вам сейчас сказал, они там есть. Конечно. То есть, у меня такое складывается впечатление. Я не могу сказать, что это всегда было свойственно человеку. Наверное, нет. Я не знаю, что было. Понимаете, опять-таки, я не знаю, когда человек стал действительно человеком. То есть, набором тех качеств, о которых я сейчас говорю. Как это получилось? Я не знаю. Я не делаю вид, что я знаю. Но насколько я могу судить по той культуре, которой я имею доступ, в частности, к литературе, и не только древнегреческое, ну, Рим, это вообще Польша, но там других странах, Индии, в частности, в Китае. Все это есть. Как это получилось? Это совсем никакого христианства и в помине нет. А это уже вот эти все вещи есть. Понятие греха есть. Все это есть. Человек, чувство вины есть. Раскаяние есть. Все это есть. Если меня спросите, а как это получилось, я скажу, я не знаю. Правильно я понимаю вашу мысль, что в этой логике для вас христианство не есть что-то особенное, исключительное, новое, если все это было и до христианства. Нет, нет, я считаю, что христианство – это совершенно новая религия. Во-первых, это монотеистическая религия, ну, наряду с иудействием, так сказать. Это первая религия, в которой, видишь, их Бог один, а не 24 или сколько там. Это во-первых. И, во-вторых, то, что христианство проповедует, на самом деле в других религиях нет. Вот эта вот самая любовь, о которой идет речь, непротивление злу, этого нет в других религиях. Другое дело, что ничего подобного не происходит. За все время существования вот этого учения человечество не стало лучше ни на йоту. Оно такое же жестокое, такой же проливающее кровь и так далее. То есть, на самом деле, во многом учение, мне кажется, оно прекрасное. То, что оно проповедует. Не то, что оно объясняет, не то, что утверждает. Это вопросы другие. Но те моральные, этические взгляды, которые оно проповедует, я их разделяю полностью. Но это не религия для меня. Это поведенческие вещи. Но я должен констатировать, с сожалению, что две тысячи лет существования этой религии ничего не дали в смысле нашего улучшения. Вот я читаю вот Эсхилла, но какие вот мы были тогда, вот мы точно такие сейчас. Ничего не изменилось. Как человек может не сомневаться в таких вещах? Ведь вот ответы на вопрос, который вас, видимо, несколько удивил. Что ведь мы какими были, мы таки остались. А для чего? Разве религия не для того, чтобы сделать нас лучше? Разве не в этом смысл этого всего? Чтобы мы иначе жили, чтобы мы иначе воспринимали и себя, и свое окружение. Разве не для этого? Я полагал всегда, что это часть этого. И проповедь в этом тоже заключается. И действительно в любви к своему ближнему, и действительно в непротивлении злу и много другого. Так вот, в этом смысле эта проповедь дает нулевой результат. Мы не стали лучше, мы не стали не противиться злу, мы не стали любить все и так далее. Как бы расизм, как бы все это осталось. Вы согласились? Я не соглашусь, и соглашусь, и не соглашусь. Первое то, что мы видим, и решительно иные примеры. Две тысячи лет христианской истории дают нам личностные примеры героев веры и героев исполнения правды Божьей. Ну я, не знаю, приводить ли сейчас примеры, начиная с святых древностей до новомучеников эпохи гонений советских. Вот там преподобных древностей до Сергия Раднишского и Серафима Саровского. Но мы можем примеры дать действительно святых как гигантов духа. Святых как исполнителей евангельской правды на протяжении всех веков человеческой истории. Но сказать, что этого не было в христианской истории, я не соглашусь. Это было... Я не сказал, что этого не было. Я просто сказал, что мы, как люди, как человеки, за две тысячи лет существования христианства, благодаря христианству, не стали лучше. Мы какие были, такие мы и есть. Хотите называть это греховные, хотите называть как хотите, но человеческая порода не улучшилась. И вот это учение, и мы все, и не только мы, но вообще в христианском мире, скажем так, потому что есть мир и совсем не христианский, говорим эти слова, и с высоких трибун их говорят, сами те, которые их нарушают. Так что я в этом смысле, опять как журналист, абсолютно не циник, но весьма скептически отношусь к действенности этой проповеди. И да, есть отдельно взятые гиганты духа. Есть. Они всегда были. Всегда были. Это исключение. Это совершенно выдающиеся, уникальные люди. Потому что по вере, или не верующие, и тем не менее, тоже гиганты духа. Это само собой. Я говорю не об этом, а не об исключениях. Я говорю о тех самых, просто людях, о которых мы уже говорили. В одном интервью вы сказали, скажем так, вы воспроизвели тот тезис, который часто, мне кажется, воспроизводят люди вашего, близких вам взглядов, что религия – это интимная вещь. Вера, религия – вещь очень интимная. Что это для вас значит на практике? Об этом нельзя говорить. Об этом, во-первых, нельзя спрашивать. Так. Прежде всего. Нельзя внушать. Ну, на мой взгляд. Нельзя вообще пытаться в человеке копаться. Это, это, вера – это вещь интимная. Я никому не должен объяснять или доказывать, почему я верю, что я верю. Никому не касается, кроме меня. Ну, если я верующий, меня и Бога. Больше никого. Это, вот, мое убеждение такое, да, абсолютно. Я глубоко уважаю право верующего именно так считать. Понимаете, мой атеизм, он враждебен только церкви, как институту, который мне очень сильно напоминает ЦК КПСС во многих своих действиях. Но это уже другое. Понимаете, коммунистическая идеология во многом не близка. Она очень похожа на христианство. А вот уже ЦК КПСС мне не близок. И то же самое и церковь. Это разные вещи. Для меня в мой личный религиозный опыт, безусловно, входит принятие церкви как того, что основано Христом, в отношении святыни и таинств, которые в ней есть. Я знаю, что что бы ни было, какие бы ни были недостатки у церкви, как у земной организации. Как бы я был согласен или не согласен с теми или иными высказываниями иерархов или с общественно-политической позицией, которую занимают те или иные люди, являющиеся или позиционирующие себя как православные христиане. Главное для меня в церкви – Христос. Не институт, не этнография, не власть, не ученость, а Христос. Вот для меня в церкви главным Христос. И те таинства, которые Он дает в исповеди причастия, прежде всего, и для меня как христианина, и то, что я верю и знаю, совершается для других людей в церкви. В вашей программе, которую вы ведете, вы многожды вашим гостям задавали вопрос из опросника Марселя Пруста, который я сегодня не могу не задать вам. Представ перед Богом, что вы ему скажете? Ну, на всякий сути уточняю. Конечно, такого вопроса у Марселя Пруста нет. Это ваше добавление. Опросник Марселя Пруста – это его ответы на вопросы, а не его вопросы. Ему было 15 лет, когда он первый раз ответил, а ответил настолько неожиданно и оригинально, что потом стали говорить об этом. Я просто напомнил зрителям об этом в формате вашей программы, чтобы сразу поняли, о чем речь. Да, 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 ну, прошу об этом, наверное. Значит, я, когда меня спрашивают, а спрашивают меня довольно часто, я выступаю, езжу по стране, я всегда говорю, я никого не хочу обидеть. Но вы меня спросили, поэтому я отвечу, но не с желанием кого-либо обидеть. Если я все-таки ошибаюсь и встречусь со Всевышним, то я ему скажу, как же вам не стыдно. И дальше я могу объяснить, почему я задаю это, почему я это говорю. После этого мне, конечно, не сдобровать. Ну, что поделаешь. А как вы объясняете правомерность этого вопроса? Я говорю, посмотрите на то, что вы создали, посмотрите на эти страдания бесконечные, на голодных маленьких детей, на катастрофы. Как же так? Почему? Это вот это вот вы сделали? Для чего? Объясните мне. Вы не несете никакой ответственности за это? А как я уже сказал, у Марка сказано, ни один волос не пойдет с твоей головы без его ведома. Так как же так? Отец Максим, представь перед Богом, что вы ему скажете? Я надеюсь, ну, мы же все же вместе, поэтому я как бы сейчас не оторвешься от диалога, который мы сейчас ведем. Надеюсь, что я увижу там и этих, тех детей, о которых упомянул сейчас Владимир Владимирович, в радости. Я надеюсь, что те, по отношению к кому я напортачил в своей жизни, что они через меня не будут лишены жизни вечной, но если будет так, Господи, накажи меня, но не их. С вами была программа «Не верю».